Лагеря дневного пребывания год от года завоевывает расположение детей и родителей. Традиционно их организаторами выступают школы. В этом году смена в таком лагере в первом лицее проходила для 270 ребят, которые на протяжении 14 дней были заняты интересными занятиями. На торжественное закрытие лагеря пригласили и нашу съемочную группу. В тенистом уголке лицейского двора на ковриках удобно расположились ребята, участники летнего лагеря дневного пребывания, который назывался «Планета почемучек». Возраст этих почемучек – от 7 до 17 лет. То есть отряды состояли как из старшеклассников, которые в будущем году уже покинут школу, так и из тех, кто в сентябре только впервые переступит порог этого учебного заведения. Для самых младших почемучек участие в лагерской жизни – самый лучший способ познакомиться со своей будущей школой. Но проведение подобных смен выполняет и ряд других важных функций, уверена начальник лагеря Юлия Лобунец. «Летняя оздоровительная площадка происходит с целью оздоровления, отдыха. Я считаю, что это большое, хорошее подспорье для наших родителей, уважаемых, которые в летнее время работают. Для деток, которые отдыхают, развлекаются со сверстниками, общаются. Смена у нас достаточно большая – 270 человек. И я считаю, что мы программу «Максимум» выполнили в этом году на ура». Такая внеурочная работа открывает перед педагогами широкие возможности для нестандартного преподнесения материала. В этом году мы ввели новое. У нас совершался велопоход по городу, по безопасному веломаршруту. Мы проводили мероприятия по правилам дорожного движения, приглашали инспектора, который проводил беседу с нашими участниками дорожного движения, так как впереди еще большая часть лета, и им придется очень много дорог перейти. Таким образом, правила дорожного движения и их применение на практике ребята отработали не на учебниках, а во время велопохода, который проводился впервые, но стал одним из самых запоминающихся мероприятий. Я каждый год хожу на эту площадку, иногда бывает даже на осеннюю. В этом году мне понравилось то, что с нашей вожатой мы ходили в велопоход почти по всему Славенску. Ездили от нашей школы до набережной. Закрытие лагерной смены прошло в виде отчетного концерта, номера которого ребята ставили под руководством своих вожатых, которых дети за время смены по-настоящему полюбили. Ходили всякие разные путешествия. Мне очень понравился этот лагерь, и я буду каждый год в него ходить, потому что этот лагерь самый добрый. Спасибо всем, которые в этом лагере за нами заботились. Своё творчество в день закрытия ребята посвящали тем, кто занимался организацией их досуга. И это не только педагоги. Повара, техслужащие, библиотекари получили от детей символичные сердечки со словами благодарности. Я очень хочу пойти на следующий год сюда на площадку, потому что весело, интересно и не скучно. Главное, чтобы не сидеть дома. Смена в лагере дневного пребывания в лице номер один подошла к концу, но у ребят осталось ещё много времени для отдыха, чтобы с новыми силами 1 сентября вернуться в свой второй дом. В школу, где хорошо учиться и хорошо отдыхать. Мария Климова, Георгий Калинин, программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова